Всем привет! Выходные наступают и мы уже по традиции готовы рассказать вам, чем можно заняться в это свободное от работы время. Так что делайте звук погромче! 7 сентября в 15.00 в музее-усадьбе Фрянова состоится концерт Кристиана Фелнера. Это известный лондонский музыкант, который регулярно выступает с камерными концертами Великобритании, а также гастролирует по Западной Европе, Израилю и России. Профессиональное вокальное образование Кристиан получил в лондонской консерватории Тринити, закончил аспирантуру Центральной королевской школы сценической речи и драматического искусства и занимался у известного российского педагога, профессора Российской академии музыки имени Гнесиных Евгении Шевелевой. Так что предлагаем вам обязательно сходить и собственными ушами проверить, так ли хорош британец на самом деле. Также в субботу во Фряновской усадьбе можно будет попасть на обзорную экскурсию, мастер-класс по качеству и полюбоваться персональной художественной выставке Анастасии Мелеховой «Моя палитра». А вот в Щелковском историко-краеведческом музее на выходных можно посетить художественные выставки «Москва. Мытища Щелкова. Путешествие по железной дороге на рубеже 19-20 веков» и «Творчество в подарок» — тандем двух женских художников. Виктора Неплюева и Светланы Жуковой. Кстати, выставка супружеской пары Виктора и Светланы собрала более 400 красочных работ. Особенно ценно то, что в наше время в технике к железу работает не так уж много мастеров, поэтому авторская экспозиция в своем роде уникальна. Не пропустите! В воскресенье на сцене Щелковского городского парка культуры и отдыха состоится концерт эстрадно-джазового коллектива «Триумф». А знаете ли вы, что джаз возник как соединение нескольких музыкальных культур, разных народов и национальных традиций? Первоначально он прибыл из африканских земель. Для любой африканской музыки характерен очень сложный ритм. Музыка всегда сопровождается танцами, которые представляют собой быстрые притоптывания и прихлопывания. На этой основе в конце XIX века сложился еще один музыкальный жанр – рейк-тайм. Впоследствии ритмы рейк-тайма в сочетании с элементами блюза соединились и дали начало новому музыкальному направлению – джазу. Так что все просто, тот, кто ценит этот по-настоящему прекрасный и своеобразный музыкальный жанр, обязательно должен посетить концерт. Начало в 12.00. В завершении нашего анонса не можем не упомянуть о новинках мира кино. Начнем с продолжения хита 2017 года, который вышел в прокат с 5 сентября – «Оно 2». Проходит 27 лет после первой встречи ребят с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли у каждого своя жизнь, но неожиданное их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе. Также с 5 сентября на больших экранах можно посмотреть новую картину известного российского режиссера Валерия Тодоровского «Одесса». Действие фильма разворачивается, как вы уже поняли, в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестью с тещей Григорию и Раисе Давыдовым прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его 8-летний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин в связи с эпидемией холеры. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда. На сегодня на этом все. С вами была Мария Буржинская. Увидимся через неделю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!